И вновь наша съемочная группа отправляется в микрорайон Городецкий или, как говорят сами жители этого района, в Кармановку. Установившиеся в майские праздники теплая погода растопила снег, который специальные службы не успевали или даже не планировали убирать. О результатах таких действий, а точнее без действий, в нашем следующем сюжете. Снега много убирать не успеваем. Эту фразу Анна Булатова от коммунальщиков слышит уже месяц. Из-за перемены погоды горы снега на улице Менщикова образовали непроходимые лужи. Все выходные жители этого микрорайона провели на телефоне, обзвонили все организации. В ответ получили лишь полное безразличие со стороны управляющей компанией «Наринмарстрой» и специализированных служб по уборке города. Нежелание вовремя убирать превращается в проблемы для людей, которые за это платят, вкладывают деньги. Отговорки, то, что мы не успеваем, мы не можем, у нас не хватает техники, это отговорка для тех, кто просто-напросто не хочет работать. Чтобы попасть в подъезд, жители домов прокладывают дощечки. Отговорки и бездействие коммунальщиков застали их врасплох. Нина Абакшина не раз обращалась в управляющую компанию «Комиссервис». Но если около ее дома все почистили, то близлежащие дома тонут в лужах. В этом году очень безобразно везде. Почему-то лежат только середину, не знаем, для кого, чтобы там наши чиновники что-ли ходили. А окраинный город весь в снегу, воды выше покаянно, машины не могут проехать, оставляют их вообще где-то далеко на дорогах. Я считаю, что надо этим вопросом вообще заняться и чистить по-хорошему, убирать по-хорошему. Не только середину, но и окраины. Кричащая ситуация развернулась в глубинах микрорайона «Кармановка». Огромная лужа, которая стекает прямо под деревянный дом. Подмывая его, заставила жителей обратиться во все инстанции. В субботу я пришла домой и увидела, что погреб уже поплыл. Обратилась сразу в 112, на что мне ответили, что чистый город отдыхает и приедет только в воскресенье. Как вы справлялись? Воду выносили ведрами, сами справлялись. Одно безобразие. Большое спасибо управляющей компании «Содружество». Они день и ночь выкачивали выгребные ямы вместе с источными водами. А с чистым городом мы боремся уже третий день, никакого эффекта. Депутат Анна Булатова пообещала донести информацию до мэра города, а также предложила провести перерасчет коммунальных платежей, обусловив это тем, что специалисты не в полной мере выполняют свою работу. Возмутилась за выходные дни, то, что сколько бы ни звонили жители, не только я, но и жители, многие другие структуры, никакой реакции не было. Просто-напросто руководители решили отдыхать, когда люди просто-напросто мучаются. Сами работники коммунальных служб попали в капкан своих бездействий. Из-за непроходимой дороги машина встала и не смогла сдвинуться с места даже при помощи самосвала.